Привет всем, кто еще никогда не был на лебедке и не умеет кататься на вейкборде. Сегодня я расскажу вам о том, как легче проникнуть в субкультуру вейкбордистов и не чувствовать себя не в своей тарелке. Итак, если вы приехали на вейкборде, к примеру, вам нужно с собой взять хорошее настроение. Чувствуете себя спокойно, раскованно, проходите сразу к месту старта. Обычно там дежурит кто-то из ребят, администратор, либо оператор лебедки. С собой вам нужно иметь полотенце, плавки или купальник, если вы дама, и бабла чуть-чуть. Если народу много, можно здесь присесть, ждать, пока освободится место. А потом таки идем, идем знакомиться. Знакомство это очень важный пункт. И вот вы уже почти у самой цели. Подходите, администратор или лебедчик выглядит примерно так. Есть такое внимание, добродушный. Ты говоришь, привет! 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 Она говорит, что ты приперся? А ты говоришь, ну я как бы хочу встать на вейкборд. Первое, что вы должны узнать, где можно раздеться. Второй важный пункт, узнать, где же тут туалет. Проверьте, чтобы была туалетная бумага. Она вам понадобится, когда вы встанете на доску, а потом будете выходить, и у вас будут полные штаны счастья. Уточните, есть ли сауна. А если сауна с панорамными окошками, то это вообще прекрасно. Здесь вы можете видеть свою очередь. И если погодка не самая хорошая, можно подождать здесь чашечкой кофе или чего-нибудь еще. Потому что здесь тепло, офигенно, уютно. И видно все, что делается вокруг. Если на лебедке очередь, вы можете занять себя такими развлекухами, как баланс-борд. Попытаться устоять на нем. Если вы вдруг пришли с плохим настроением, у вас проблемы на работе, или вам не дала жена, и я не знаю, почему еще плохое настроение, может быть, обратитесь в бар. Вам дадут какой-нибудь энергетик. Это даст вам уверенность в своих силах. Плюхнуться в джакузи. Отличная горячая вода. Или пойти на площадку для йоги. И для загораний. Тут все у нас валяется, но ничего страшного. Можете потусить, просто посмотрите вдаль. Иногда это очень приятно и расслабляет. Ох, реально хорошо. Итак, вам кричит администратор, что пора, пора на старт. В первую очередь вы должны одеться для этого. Гидрокостюм, это вам не футболочка. Чтобы его одеть, придется попыхтеть. Проще всего одевать его постепенно. То есть вы подтягиваете сначала колено на колено, потом задницу на задницу. Талию на талию, или живот на живот. И если настало ваше время кататься, то можно надевать рукава смело. Если вам еще 20 минут, оставьте его висеть вот таким образом, чтобы тело дышало и вы не прилигнете. Сообщите оператору свой размер ноги, и вам подберут досочку по вашим габаритам. Крепление можно брать чуть-чуть больше, чем ваш стандартный размер. На вейкборде это не будет сильно отражаться. И даже если они вас будут немножко подхлюпывать, для начала это не имеет большого значения. Ростовка вейкборда зависит от вашей массы. Скажите о своих килограммах сразу. Допустим, во мне 105 килограмм, а так вроде и не скажешь. Поэтому мне полагается 148-я ростовка. Но на самом деле во мне 69, поэтому я буду кататься на 38-й. Если вы только-только встаете на доску, можно брать доску чуть-чуть больше. Вам будет гораздо проще выйти из воды. Друзья, очень важно подходить на старт вовремя. И даже если до начала вашего катания осталось 10-15 минут, вам уже пора натягивать гидрокостюм, тем более если это первый раз, и попробовать встегнуться в доску, чтобы потом не отнимать время и не задерживать других участников процесса. К тому моменту, как будет подходить ваш старт, вы уже должны быть встегнуты в доску. На вас должен быть одет жилет и шлем. Когда вы катаетесь давно, вы можете легко обойтись и без жилета, и без шлема. Но если это первый раз, лучше все-таки перестраховаться и одеть всю защиту, которая возможна. Если перед началом своего старта вы делите несколько минут разминки, вам никто не скажет, что вы лох. Скажет, молодец, парень разминает суставы, думает о своем здоровье. Поэтому покачайтесь в разные стороны, поприседайте на двух ногах, на одной ноге. Старайтесь разогреть те мышцы, которые сейчас будут работать. А работать у вас будет верхний плечевой пояс и немного меньше будут работать колени. Супер сильно затягивать крепление необязательно. Хватит обычной плотной затяжки. Катание на ревесирной лебедке это не индивидуальный спорт. Вы всегда работаете в паре. Ваша пара, ваш оператор. Поэтому если вы приходите в первый раз, не стесняйтесь и скажите, я в первый раз, у меня охреновая подготовка или я давно катаюсь на сноуборде, чтобы оператор понимал, что же с вами делать, что не делать, что вы будете пытаться делать, что не будете. От этого зависит то, сможете ли вы это сделать или не сможете. Свой первый трюк, свой первый старт и все остальное. Излишне самоуверенные люди чаще всего просирают свой первый сет просто на то, чтобы встать на доску. Для тех, кто делает все по правилам, встать на доску не представляется никакого труда. Что касается старта. Стартовать можно стоя, стартовать можно сидя и стартовать можно из воды. Для начала, когда вы погружаетесь в воду, попа, самое главное, всегда должна быть над центром доски. Паузы о нем в беду. Если вам рассказали, как стартовать, объяснили все теории, это еще не все, что вам нужно знать о первом старте. Вам нужно знать, как выравнивать доску перед стартом. Вам нужно знать, как лучше плавать. Вам нужно знать, что делать, когда вы доехали до края. Сегодня я расскажу вам как раз все очень подробно. Во время первого старта вы, конечно, можете показать, насколько вы крут, и пульнуть сразу с берега. Второй вариант это стартовать сидя. Просто вытащить ноги вперед и стартануть. Но мы сейчас будем рассматривать самый простой вариант. Это вариант с плюханием в воду. После того, как вы погружаетесь в воду, у вас так или иначе заплывет вода. И вы почувствуете холодно. Это будет продолжаться секунд 10-15. После этого вы приходите в себя и ручками разворачиваете доску перпендикулярно фалу. Вот так. Всегда, всегда, всегда старт будет только с перпендикулярной доской. Если вы поставите доску под углом и попытаетесь встать, вас потянет за плечо и это 100% падение. Поэтому всегда вот такими грибочками, ручками вы выравниваете доску. Если вам нужно повернуться в эту сторону, грибете вот так. Если вам нужно повернуться в другую сторону, грибете вот так. Очень важное замечание. Ногами при этом дрыгать не нужно. Если вы будете и рукой, и ногой, вы будете дестабилизировать себя и вращения будут очень вялое, а то и вообще их не будет. Поэтому старайтесь грести только рукой. Раз, два, и все, и вы уже выравнивались. Первые старты у нас проходят медленно, чтобы вы все прочувствовали. Для того, чтобы стартануть, нужно согнуть колени, выпрямить спинку и держать ручки прямыми. Поехали! Постепенно начинаем вставать. Бобу втягиваем вперед. Вы можете проехать так, весь труд. Это мне ничего плохого. Это правильно. Постепенно начинаем вставать. Попу втягиваем вперед. Если вы упали вдали от троса, то плавать на спине очень неэффективно. Вы должны перевернуться на живот. На животе плавается гораздо легче и быстрее. И ваше время не будет теряться. Для того, чтобы развернуться на живот, вам нужно полностью выпрямиться и ноги, и руки и повернуться. Когда сил мало, то перевернуться обратно бывает трудно. Для этого у вас есть трос. Ваш надежный друг и помощник. Вы должны взяться чуть-чуть повыше и тогда перевернуться не составит никакого труда. После этого вы подгребаете рукой, ставите доску перпендикулярно и мы снова готовы стартовать. Ноги согнуты, спинка прямая, руки прямые. Если вам нужно что-то поправить, встать, там жилет задрался, вставать можно точно так же, держать за трос. Без этой помощи встать будет крайне сложно. Не бойтесь, в жилете потонуть нереально. Если ваш жилет имеет малое водоизмещение, просто опрокиньте голову чуть-чуть побольше и вода никогда в вас не попадет. Посмотрите на меня внимательно. У меня будет легкий толчок руками, чтобы помочь себе выровнять доску. Очень важно, чтобы все ваше тело, вся ваша масса находилась над доской. Если у вас будет торчать попу в сторону, вы будете падать в ту сторону, куда торчит задник. В конце вашего движения падать на спину совершенно не обязательно. Ваш оператор выключит лебедку и вы сможете опуститься вот так, как я, на дно. В теплое время года разницы никакой не будет, но в холодную макать голову лишний раз уже как-то не хочется. Правильная стойка вот такая, ни больше, ни меньше. Если попа опущена, вас будет туда нести. Следите за своей задницей, втягивайте втягивайте ее как будто хотите присунуть или задвинуть полку в вашем шкафу без рук. Еще раз покажу. Ровно оплячиваем. Продолжение следует... после того, как вы научились поворачиваться из своей стойки в свитч, вы можете перейти к поворотам. Для того, чтобы научиться делать повороты, вам нужно научиться делать зарезку. Зарезка осуществляется... Зарезка достаточно сложная тема для понимания, поэтому лучше посмотрите это видео заранее. Зарезка! Поехали! Поехали! Остромались и поехали назад. Поехали! Поехали! Продолжение следует... 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 Рашнуровать ботинки прямо в воде... Это делается, в принципе, достаточно просто... После этого вы просто выкидываете доску на берег... И вы прыгаете своими ногами на суше... Но есть еще и второй вариант альтернативный... А в следующий раз я вам расскажу... Как делать все эти трюки и подводящие упражнения к ним... Подписывайтесь на канал... Всем пока... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...